Добрый вечер. В эфире телеканала ТНТ «Онега» программа «Важная тема». Меня зовут Александр Торкель. Мой сегодняшний собеседник – заместитель секретаря регионального полицвета партии «Единая Россия» Кирилл Шеков. Кирилл Витальевич, здравствуйте. Добрый день. На днях карельское отделение «Единая Россия» определилось со списком кандидатов, которые будут участвовать в общенародном праймерис, по итогам которого будет сформирован региональный список кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу. Так вот, мы знаем, это 16 человек у нас от Карелии пока что. Расскажите, кто в этом списке, назовите фамилии. Начать нужно с того, что 6 мая этого года председатель партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин объявил о создании Общероссийского народного фронта. И под, так сказать, под флагами этой объединенной гражданской коалиции сейчас проходит по всей стране отбор перспективных кандидатов для их последующего включения в партийные списки для выборов депутатов Государственной Думы. В Республике Карелия мы также оперативно включились в этот процесс. Вообще, надо сказать, что процедура «Праймерис» для нас не новая. В позапрошлом году на съезде партии положения, касающиеся обязательности проведения таких процедур, были включены в основной документ, регламентирующий деятельность партии. Это наш устав. И у нас уже накоплен достаточно большой опыт по проведению таких мероприятий. Но к самим «Праймерис» мы еще немножко позже вернемся обязательно, все-таки по самому списку. По списку могу сказать, что, ну, во-первых, процедурно все общественные организации, которые вошли в состав Координационного совета Общероссийского народного фронта в Республике Карелия, они все имели право выдвинуть своих кандидатов. Мы знаем, что были выдвинуты 16 кандидатов. В их числе люди авторитетные, уважаемые в Республике Карелия. Это глава Республики Карелия Андрей Витальевич Нелидов. Это представитель главы в стенах законодательного собрания Александр Александрович Селянин. Это депутат Государственной Думы, действующий Валентин Николаевна Пивненко. Есть представители бизнеса, есть представители профсоюзов, представители общественных организаций. То есть в этом смысле мы можем говорить о формировании достаточно разнообразной палитры, мнений. И мне кажется, что выбор представлен достаточно широкий для того, чтобы нам выдвинуть от Республики Карелия того кандидата, который будет устраивать максимальное число наших избирателей и в обществе будет пользоваться широкой поддержкой. Ну а вот теперь подробно о том, что такое Праймерис. Что это дает для жителей Республики? По поводу Праймерис, мне сразу вспоминается наш опыт в 2006 году, когда мы пытались определиться с кандидатурой на пост главы Петрозаводского городского округа. И тогда нами была выдвинута кандидатура Маслякова Виктора Николаевича. Это был наш первый опыт, можно сказать. Еще до того, когда вот эта процедура стала обязательной у нас в партии, когда к ней стали прибегать в различных регионах. Что можно сказать по поводу самой процедуры Праймерис или предварительного голосования? Это голосование, которое проводится внутри партии, оно не является выдвижением кандидатов. То есть мы предварительно должны договориться, кто нас устраивает, в большинстве, большинство членов партии, кого поддерживают, кому у нас есть вопросы. То есть в этом смысле партийная организация выступает как единый организм. И это позволяет включить в этот процесс обсуждения рядовых членов партии. То есть в этом смысле получается широкое обсуждение. И не только самой кандидатуры. Звучат и поручения в адрес кандидатов, что нужно сделать, какие есть болевые точки, проблемы и так далее. Что это дает жителям Карелии? Жителям Карелии это дает возможность усиления конкуренции внутри партии «Единая Россия». Мы знаем, что это на сегодняшний день самая сильная партия. Она представляет собой силу, консолидирующую наше общество. И поэтому очень важно, чтобы внутри этой партии было какое-то шевеление, было какое-то движение и была конкуренция. Потому что только в этих условиях можно выдвинуть и наиболее сильные кандидатуры. И это и конкуренция идей в том числе. Это конкуренция, ну можно так сказать, ресурсов. Потому что есть общественные организации, которые имеют больше ресурсов, чем другие. И, конечно, для партии предпочтительнее, чтобы кандидатов поддерживали такие общественные организации, чтобы они были с нами. Технически как это будет сейчас происходить? Технически региональный координационный совет Общероссийского народного фронта и те общественные организации, которые входят в его состав, выдвигают уполномоченных, так называемых выборщиков, которые будут принимать участие в работе тех площадок, которые у нас намечены на ближайшее будущее с 27 по 29 июля в Петрозаводске, Кондопоге и Пряже будут работать эти площадки. На этих площадках кандидаты, выдвинутые общественной организацией, будут представлены. Они представят свои программы, свои идеи. И выборщикам поручено сделать выбор. То есть они будут голосовать за этих кандидатов. Потом у нас будет возможность составить рейтинг. И согласно этому рейтингу мы определим, точнее не мы определим, мы сможем определить только лидера среди наших кандидатов. Итоговый документ будет отправлен в Федеральный координационный совет. Почему? Потому что на съезд партии, который утверждает списки кандидатов в Госдуму, на съезд партии эти списки представит непосредственно Владимир Владимирович Путин. То есть все у нас, все взаимодействие осуществляется через Федеральный координационный совет. То есть все 16 человек из этого списка должны будут в течение короткого времени выступить на всех четырех площадках. Правильно я понимаю? На четырех площадках на каждой проводится голосование. И потом в итоге результаты голосования суммируются. То есть если кто-то из кандидатов на какой-то площадке не будет представлен, не выступит, то логично предположить, что он наберет меньше голосов, чем другие кандидаты. Поэтому сами кандидаты заинтересованы в том, чтобы максимально реализовать свой потенциал на всех четырех площадках. То есть абсолютно любой желающий может прийти на эти площадки, послушать, сделать свои выводы, задать вопросы? Да, наша работа она предельно открыта. Могут приходить и простые граждане, могут приходить представители других, в том числе и оппозиционных политических партий. Мы готовы разговаривать, мы готовы спорить. Я считаю, что механизм Праймерис, он дает такую уникальную возможность. Это своего рода предварительные дебаты. И этой возможностью, безусловно, надо пользоваться. Я рекомендую ею пользоваться тем, кто интересуется общественно-политической жизнью в Республике Карелия. Тем, кто не безразличен, так скажем, к нашему общему будущему. Кирилл Витальевич, вот такой вопрос. Последние недели в Карелии как-то широко начинает развивать свою деятельность Народный фронт. Все об этом знают. Какие-то итоги? Общероссийский Народный фронт – это, с одной стороны, идея, которая предложена Путину Владимиру Владимировичу. С другой стороны, это широкая гражданская коалиция. И нужно разделять одно от другого. Как гражданская коалиция – это, стало быть, возможность для людей внести свои предложения, конструктивные предложения по решению каких-то проблем злободневных в программу партии «Единая Россия». Эта программа формируется, ну, скажем, на паритетных началах. С одной стороны, члены партии, сторонники партии вносят туда свои предложения. С другой стороны, есть такая возможность у общественных организаций, представителей гражданского общества. И сколько же общественных организаций уже влилось в Народный фронт в Карелии? Влилось больше 40 общественных организаций. Но тут не надо думать, что этим все закончится, потому что продолжают поступать заявления. Во-вторых, некоторые общественные организации, не присоединяясь к Общероссийскому Народному фронту, тем не менее направляют туда свои предложения. То есть я это интерпретирую таким образом, что они доверяют нам, доверяют партии «Единая Россия» эти предложения реализовать. Идет активное обсуждение, проводятся встречи в Петрозаводске и в районах республики. На этих встречах, ну, вот как мы говорим, да, озвучиваются проблемы, причем самого разного порядка. Эта проблема касается развития бизнеса, это налогообложение, это условия для развития инновационной деятельности. В то же самое время у нас есть огромный пласт проблем в сфере ЖКХ. И здесь тоже нужно не только эти проблемы сформулировать, нужно предложить какие-то варианты, как эти проблемы можно было бы решить, причем решить в кратчайшие сроки с минимальными затратами. Есть проблемы с молодежной политикой, патриотическое воспитание, квотирование рабочих мест для молодежи, воспитие спиртных напитков, наркоманизация. То есть люди, они все эти проблемы видят, они готовы с этими проблемами делиться этими проблемами и делиться своими идеями, предложениями, как эти проблемы решать. Хотелось бы еще один момент отметить. Многие говорят, ну как будто партия только сейчас заинтересовалась этими проблемами. Да, я бы здесь сказал, что это несколько поверхностный взгляд, потому что, естественно, в системе вот такое обсуждение не наладится. И политическая логика подсказывает, что есть какие-то этапы всплеска политической активности, есть этапы затухания. Нам сегодня такой разговор нужен для того, чтобы определить приоритеты на сегодняшний день. Потому что проблем, если их просто выложить вот так вот рядышком, их будет очень много. Решать все их одновременно с одинаковой интенсивностью мы не можем. Услышать, что для людей сегодня важно, а что они считают, можно сделать завтра или послезавтра. Для этого проводятся все эти обсуждения, для этого проводятся эти встречи. Ну что ж, время программы подошло к концу. Спасибо за разговор. Спасибо. А я напоминаю, сегодня в программе «Важная тема» мы общались с заместителем секретаря регионального полицсовета партии «Единая Россия» Кириллом Шековым. Увидимся на телеканале ТНТ «Онега». Продолжение следует...